Владимир Вячеславович, добрый вечер, приветствуем вы в эфире Freedom. Добрый вечер. Добрый вечер. Если говорить о вот этом вообще вопросе возвращения, вернее, передачи российских активов, либо там от них какой-то прибыли на благо Украины. Очень долго этот вопрос обсуждался, не было то механизма, то политической воли, чего уж скрывать часто, и в этом была проблема. То, что происходит сейчас, вот в сюжете нашего коллеги был упомянут пример Бельгии, можем ли мы уже говорить о неком прецеденте и о том, что этот вопрос начинает сейчас сдвигаться с мертвой точки. Владимир Вячеславович, вы нас слышите? Так, сейчас вернется к нашему эфиру. Владимир Вячеславович Кесенко, политолог, напомню, к нам присоединяется. Мы говорим о том, что Украина сначала полномасштабного российского вторжения арестовала активы российских олигархов, в том числе и на общую сумму более 5 миллиардов долларов. К ним мы еще вернемся. Владимир Фессенко к нам, напомню, присоединился. Так, Владимир, вы нас слышите? Да, да, я вас слышу. Да, вы вопрос услышали или повторить? Да, 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 я слышал вопрос. Понимаете, я бы не упрощал эту проблему. Она не такая простая, как может показаться. Вот упомянутое решение, принятое в Бельгии, на самом деле это решение Европейского Союза. Просто Бельгия одна из первых начала реализовывать это решение. И там, на ее территории, находится достаточно большое количество российских активов, государственных активов в частности. И вот самое простое юридическое решение – это использовать дивиденды, доходы от ценных бумаг и других активов, которые находятся, в данном случае, на территории Европейского Союза или конкретной страны ЕС. Использовать их в пользу Украины. Это рекомендации Европейского Союза. И действительно, этот механизм сейчас начинает использоваться. В Бельгии просто одна из первых. Я думаю, что нечто подобное будет происходить и в других странах Евросоюза. Но, вот что касается конфискации самих активов, здесь, к сожалению, ситуация не такая простая. И дело не только в отсутствии политической воли. Это, на мой взгляд, тоже было бы упрощением, вот такая точка зрения. Надо учитывать, что и Соединенные Штаты, а большая часть активов российских находится именно в Соединенных Штатах. Потому что в Соединенные Штаты традиционно вкладывают многие страны мира в ценные бумаги США, казначейские облигации, вкладывают разные страны мира, потому что это очень надежно. Это, как бы, надежное вложение, гарантированное вложение. И вот это очень важный момент для понимания того, почему не так просто будет забрать российские активы. Работает принцип верховенства права и принцип священности, неприкасаемости частной собственности. Неважно, кому эта частная собственность принадлежит. Если это юридически оформлено правильно, забрать ее крайне сложно. Например, в ряде стран Европейского Союза, в частности в Германии, да и не только в странах Евросоюза, например, в Швейцарии, по Конституции невозможно конфисковать чужие активы, в том числе государственные. И эксперты говорят, что в той же Германии это крупнейшая, самая богатая страна Евросоюза. Надо менять Конституцию для того, чтобы можно было конфисковать российские активы. Вряд ли это возможно просто так. В США другая проблема. В США, я думаю, опасаются, что если они создадут прецедент передачи активов конкретной страны в адрес Украины, то это отпугнет других частных инвесторов. Из Китая, из арабских стран, стран Персидского залива. И от этого пострадает финансовая и банковская системы США. То есть речь идет о собственных интересах Соединенных Штатов. Я привожу эти обстоятельства для того, чтобы было понятно, что не очень просто будет это сделать. Вот я противник представлении о том, что дело только в политической воле. Вот была бы политическая воля, и все забрали. Понимаете, это в странах авторитарных так можно действовать. А в странах с правовой системой, с верховенством права, к сожалению, это невозможно. Какой путь тогда, на мой взгляд, наиболее эффективный? Путь именно правовой, судебный. Надо в судах доводить, что Россия совершила по отношению к Украине военные преступления. Соответствующие судебные процессы уже происходят, начинаются точнее. И по конкретным ситуациям, разрушения конкретных объектов, конкретные убытки, надо требовать от России возмещения. За счет как раз тех самых российских активов. Либо в перспективе доходов России. Например, от продажи нефти или газа. Вот этот путь, на мой взгляд, он не быстрый. Он действительно не самый быстрый. Вот в этом плане я согласен с Олегом Устенко. Но он даст возможность нам надежно, может быть не сразу, конечно же, а через несколько лет, но надежно получить компенсацию конкретных убытков. И, кстати, есть уже положительные примеры. Нафтогаз Украины отсудил, как раз в европейских судах, отсудил у оккупационных властей Крыма несколько миллиардов, которые являются фактически стоимостью активов Украины, захваченных российской оккупационной властью в Крыму. Это филиал компании Нафтогаз Украины. Вот конкретный пример. И можно так, я думаю, действовать и по отношению ко многим другим украинским активам. Либо захваченным Украиной на оккупированных территориях, либо разрушенных Россией. Либо захваченных Россией Украиной, либо разрушенных Россией, как, например, гидроэлектростанция на Днепре, Каховская ГЭС, другие объекты. И причем это может делать как украинское государство, так, я думаю, и частные инвесторы. И они уже соответствующие действия начинают. Например, самый богатый украинский бизнесмен Ренат Ахметов, он фактически потерял в Мариуполе два крупных металлургических комбината. А сейчас вот в Авдеевке тоже разрушен его коксохимический завод. И он может обращаться с иском в соответствующие суды для того, чтобы Россия компенсировала стоимость этих убытков для него. Но самое главное, государство так должно действовать, потому что это проблема общественная, и средства должны быть возвращены украинскому обществу для того, чтобы можно было восстановить украинскую экономику. И это, кстати, надо делать акцент на том, что это будет отвечать интересам наших партнеров, и Соединенных Штатов, и Европейского Союза, чтобы они не брали на восстановление Украины средства своих налогоплательщиков, а чтобы воспользовались арестованными средствами России, как российского государства, так и российских олигархов. Вот этот путь, я считаю, наиболее эффективным, хотя он не самый быстрый. Давайте вот с вашей помощью обрисуем именно вот в чем разница, в чем сложность воспользоваться активами государства и отдельных лиц, прямо скажем, тех олигархов, которые помогают государству в этой войне, то есть между государственным и частным капиталом. Ну, понимаете, когда речь идет о олигархах, это частные собственники, и надо доказать их причастность к военным преступлениям в Украине. А когда речь идет о государстве, российском государстве, это государство совершило против нас агрессию, напало на территорию Украины. Именно российская армия разрушает украинские города, наносит ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Вот, кстати, тоже предмет для возмещения ущерба. Причем как прямого разрушения конкретных объектов, так и косвенно. Потому что речь идет о потерях электроэнергии, о потерях для простых граждан Украины, о потерях для бизнеса, для бытовой деятельности и так далее. Тут может речь идти о моральном ущербе. Вот вопрос правильно, эффективно обосновать эти убытки и, соответственно, предъявить соответствующие иски России. Поэтому, на мой взгляд, проще и надежнее требовать деньги именно с возмещением путем конфискации и передачи Украине российских активов. И тут можно обосновывать именно войной российского государства против Украины. По частным лицам надо доказывать, что они непосредственно причастны к агрессии против Украины. И тут есть свои сложности. Где-то это удастся, а где-то будет сложнее сделать. Вот в Украине, я думаю, это проще сделать. И такие прецеденты уже есть, когда украинское государство конфисковывает активы российских собственников на нашей территории, тех собственников, которые подпали под украинские санкции. И вот здесь, да, в Украине это проще сделать. Это уже, в принципе, происходит. Хотя мы только в начале этого процесса. И главное, чтобы это был системный процесс, а не избирательный. Если говорить о тех лицах, которые под санкциями, то вот буквально недавно появилась новость о том, что США добиваются конфискации супер-яхты российского олигарха Керимова. Он, кстати, под санкциями, но уже в США находится. Это как раз то, о чем вы говорили. Но вот вообще, если посмотреть на то, что сейчас происходит. Полтора года идет, это уже даже больше полномасштабное вторжение. И очень много действительно денег наши партнеры сейчас передают на то, чтобы Украина отстояла свою территорию, защитила свою страну. Опять же, через эти полтора года, вот может быть, вот такие вот механизмы сейчас и способы найти какие-то возможности передать средства, они в том числе мотивируются тем, что вот все больше и больше денег налогоплательщиков тех или иных стран на это на все уходят, а страна-агрессор тут как бы ни при чем, и убытки особо и не терпит. Нет, ну, смотрите, значит, они терпят убытки. Против страны-агрессора введены санкции, масштабные санкции. Да, они, может быть, оказали меньше эффект, чем ожидалось, по разным причинам, но санкции введены, и Россия несет от этого убытки. Во-вторых, вот арестованы, об этом уже было сказано в вашем репортаже, арестованы около 300 миллиардов российских государственных активов. Фактически, это их активы, которые являются, скажем так, частью их золотовалютных резервов. Они арестованы. Россия не может ими пользоваться. Это уже очень серьезный убыток. И это потенциальный ресурс для нас на будущее. А вот на текущий период, вот как раз тот механизм, о котором мы говорили, использование доходов, дивидендов с этих активов, их уже можно направлять в пользу Украины. И уже есть первые прецеденты. Так что, я думаю, можно эту практику развивать дальше. А вот передача этих активов уже полностью в Украине, вот здесь, на мой взгляд, потребуется судебное решение. Просто так, чисто политическим путем, это, к сожалению, решить будет крайне сложно. В некоторых государствах, вот я приводил пример Германии, просто невозможно. Поэтому самый надежный способ – это судебные иски. Кстати, отмечу, что при Офисе Президента Украины создана была еще в прошлом году специальная рабочая группа, куда вошли и представители Минюста Украины, других правительственных структур, международные эксперты зарубежные, представители Офиса Президента. И эта рабочая группа как раз работает над разработкой механизмов использования российских активов и их передачи Украине. Вот они как раз этим занимаются вместе с нашими партнерами. Но вот надо все-таки делать поправку на то, что наши партнеры – это правовые государства. И там решения должны быть правовыми, а не политическими. Поэтому вот и надо делать акцент на судебное решение. И, как я уже сказал, уже есть тоже первые позитивные достижения в этом плане. И если будут судебные решения о признании самого факта российской агрессии против Украины, это может быть основанием для того, чтобы требовать возмещения убытков Украине от российской агрессии. И тут уже надо будет, скажем так, представлять данные, обоснованные данные по конкретным убыткам. Вот я тут, я не юрист, не берусь, как бы давать рекомендации, какой должна быть стратегия и тактика вот этих судебных исков. Думаю, что должны быть, видимо, какие-то общие оценки убытков. И они есть уже. Причем они увеличиваются, к сожалению, эти оценки. Потому что разрушений от российских ударов становится все больше. Но по отдельным крупным кейсам, вот разрушение крупных объектов, как Каховская ГЭС, разрушение по крупным городам, я думаю, что это можно представлять как отдельные судебные дела против России для того, чтобы компенсировать как раз вот этот ущерб по конкретным объектам. Так что я думаю, что постепенно этот вопрос будет решаться. Быстрого решения, к сожалению, не будет, как бы мы этого не хотели. Но главное, чтобы вот этот процесс, он развивался. Он уже стартовал, он уже идет. И надо постепенно, шаг за шагом усиливать его темпы и добиваться конкретных результатов, в том числе вот по отдельным судебным процессам. Спасибо за участие в нашем эфире. Я напомню, на связи с нами был политолог Владимир Эфисенко. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok